Здравствуйте! Сейчас сезон тыквы и сегодня мы приготовим вкусные и полезные оладьи из тыквы. Для этого нам понадобится сама тыква, у меня где-то здесь около килограмма, может немножечко больше. Порезала я удобными ломтиками, серединку вырезала и почистила кожуру. Еще нам понадобится мука, смесь перцев, 2 яйца, несколько зубчиков чеснока, это по вкусу, растительное масло для жарки и, конечно же, соль. В первую очередь мы будем натирать тыкву. Ну вот, в первую очередь мы будем натирать тыкву. Тыкву я порезала удобными такими полосочками, если бы мы порезали кубиками, конечно, тереть было бы неудобно. Тыкву мы трем на крупной терке, на той терке, которой мы трем морковь обычно. Вот так мы будем натирать всю нашу тыкву. Ну вот, я потерла всю тыкву. Такую емкость, она довольно-таки сочная. Теперь, выбиваем яйца. Два яйца. Выдавливаем несколько зубчиков чеснока. Чеснок по вкусу. Кто-то может два добавить, кто-то пять. Несколько зубчиков на свое усмотрение. Тут сильных таких пропорций нет. Вот, у меня зубчиков пять вышло. Хорошо выдавливаем. А теперь добавляем соль. Соль также по вкусу. У меня где-то пойдет чайная ложка без горки. Смесь перцев. Также по вкусу. Можете просто черный перец, можете другие специи, которые вы любите. Так же добавляем муку. Муку сначала две-три ложечки. Вот я добавлю две. Перемешаю, посмотрю, и не нужно еще. Тыква сама по себе дает немного сока. Так что муки можно еще добавить. Тоже уже смотрите на свое усмотрение, чтобы не было слишком густое. Вот, я добавила на тыкву где-то пять столовых ложек муки. И хорошо это все вымешиваю. Хорошо вымешиваем несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. То есть соль, перец, чеснок, мука, чтобы все хорошо смешалось. Вот, видите, у меня еще мука не перемешалась, поэтому хорошо вымешиваем. Если вы видите, что немножко жидко и нужно еще муки, можете еще ложечку или две добавить. Ничего страшного. Вот, я все перемешала. Теперь будем жарить наши оладьи. Ну вот, я хорошо перемешала тыкву. Получилось у меня вот такое вот тесто. Добавила еще несколько ложек муки, потому что посчитала, что мало. Тыква опустила сок, и оно получилось очень жидкое. Также я попробовала на вкус и добавила еще немножечко соли. То есть мы все делаем по вкусу. Кому-то больше соли, кому-то меньше. Также по специям. Все вымешала. Разогрела сковороду большую. Налила растительное масло. Где-то здесь две столовых ложки. Ну, так наглаз, чтобы покрыло дно. Теперь будем выкладывать нашу тыкву. Будем делать оладушки. Так, аккуратно ложечкой. Одну ложечку. Сверху еще добавим, потому что, чтобы они были не очень маленькие. Такие кругленькие, красивые. То есть делаем форму, какая кому нравится. Кто-то хочет круглые, кто-то овальные. Вот так. То есть слишком тоненькие не делаем, чтобы они не зажаривались. Огонь я поставила средний, небольшой и немаленький. Если вы поставите маленький, то наши оладушки впитают очень много растительного масла, потому что они будут жариться долго. Если же большой, они просто пригорят, а внутри останутся сырые. Поэтому делаем средний огонь. Красиво выкладываем, чтобы удобно было вам переворачивать. Так, если нужно, еще долаживаем. Если видим, что мало положили. Вот я вижу, что здесь маловато. Нужно придать ему форму и немножко доложить. Вот я думаю, что достаточно. Посерединке я ложить не буду, потому что мне неудобно будет переворачивать, если их будет много. Итак, наши оладушки жарятся на среднем огне до золотистой корочки, несколько минут, а потом мы будем переворачивать их на другую сторону. Накрывать крышкой не нужно, потому что они будут разваливаться. Ну вот, прошло где-то около несколько минут, около пяти. Наши оладушки жарились на среднем огне. Теперь мы их аккуратненько переворачиваем. Видите, они такие золотистые, можно сказать, светло-коричневые. Зажаривать сильно их не надо, чтобы не были сухие. Аккуратненько берем их и переворачиваем каждый оладушек. С одной стороны сковородки, они могут больше поджариться. Мы их потом подвинем, эти, что плохо поджарились, на эту сторону, а те туда. То есть все они будут пожарены равномерно. Так же мы обжариваем до золотистой корочки с другой стороны на среднем огне и будем снимать сковородки. Ну вот, наши оладушки и с другой стороны стали золотистые. Теперь мы будем их снимать. Выкладываем мы наши оладушки на тарелку, на которой лежит бумажное полотенечко, чтобы впитало лишнее растительное масло. Потому что оно нам не нужно. Так красиво выкладываем все оладушки. Они получились очень красивые, золотистые и мягенькие, нежные. Много растительного масла они не впитывают. Как вы видите, на сковородке у меня еще осталось очень много растительного масла. Даем нашим оладушкам остыть несколько минут, и я покажу, какие они внутри. Ну вот, наши оладушки остыли. Сейчас я покажу, какие они внутри. Смотрите, какие сочные, мягенькие. Сейчас мы их попробуем. Ммм, очень-очень вкусно. Такие оладушки хорошо подавать. Немножко теплые, со сметанкой. Очень вкусно и полезно. Приятного всем аппетита!